В зоне АТО двое украинских бойцов получили ранение. Они попали под обстрел в районе Крымского на Луганском направлении. С начала суток боевики открывали огонь всего четыре раза. И в Авдеевке, пользуясь относительным затишьем, ремонтники начали прокладывать газопровод. Все детали расскажет Геннадий Вивденко. Пока все в порядке. Вот вы видите, как проходит процесс варки. Подготовительные работы по прокладке трубы в самом разгаре. Сложно проходить под линиями железной дороги. Еще сложнее от того, что вокруг война. Самые трудные места, вот они пока я вам сейчас показываю. Они боятся, не, 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 у вас там война. Без всяких каких-то там, не знаю, нюансов, изъянов, коэффициентов. Этот прибор называется трассоискатель. В процессе прокладки новой трубы строители стараются не перебить уже существующее. Саперы уже отработали этот участок. Сейчас очень сложно здесь производить какие-либо работы. Но стараемся выполнять, чтобы обеспечить газоснабжение в Диевке. Над одним стыком работают не менее двух часов. Сварщик Андрей показывает современный аппарат для проверки качества сварки труб. Стык должен быть идеальным. Вначале сваривает, потом идет тестирование, охлаждение. Час труба охлаждается, после этого аппарат выключается. Надо построить еще почти 15 километров газопровода. Это будет стоить 58 миллионов гривен. Половину дает государство, половину Авдеевский Коксахим. Цель – восстановить газоснабжение Авдеевки и окрестных шести сел до начала отопительного сезона. Они уже три месяца без газа после обстрела. У нас остается 12 600 абонентов без газопостачания. И мы понимаем, что если мы не начнем сейчас строить, то мы не достигнем до аппаратного сезона. И мы не имеем такого морального права залишить людей без газа. Боевики не дают проводить ремонтные работы в серой зоне. Поэтому украинские власти решили строить альтернативный газопровод. Строители обещают восстановить поставки газа в Авдеевку и близлежащие села до конца октября, если враг не помешает. Геннадий Вивданко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.